Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Так власти хотят защитить россиян от потери накоплений в попытке заработать на бирже. Более действенным способом могла бы стать сертификация компаний, которые обучают будущих трейдеров. Такое мнение порталу Айкиров.ру высказал независимый финансовый советник Сергей Еворский. По его словам, многие тренеры не являются профессиональными участниками и даже нигде не учились. Только 5% их клиентов удается заработать, остальные теряют свои деньги, говорит эксперт. Программа Экономика. Директор Волговя Цемента предстанет перед судом по обвинению в растрате. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Тарасенко. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. По версии следствия, в течение 4 лет Тарасенко по договорам займа перечислял деньги завода на счета другой своей фирмы. Средства эти потом Волговя Цементу не возвращались. Информацию о долгах гендиректор скрывал от Совета директоров и акционеров. В результате предприятие осталось без денег на реализацию межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе. Материальный ущерб превысил 17 миллионов рублей. Свою вину обвиняемый признал, его ждет до 10 лет лишения свободы. 14 предприятий заявились на льготу по налогу на прибыль. Они рассчитывают снизить ставку налога с 18 до 13,5%. Преференцию власти предоставляет организациям, вкладывающим деньги в обновление основных фондов. Применить пониженную ставку в этом году планируют в числе прочих холдинг «Здраво», КМК «Лепси», «Санаторий Нижний Ивкино», «Искош», «Авитек», «Горэлектросеть». В 2015 году пониженной ставкой по налогу на прибыль воспользовались 13 предприятий области. Общая сумма льгот при этом составила 122 миллиона рублей. И о валютах. Доллары и евро снизились на 40 копеек. Американская валюта стоит сегодня 66 рублей 5 копеек, европейская – 74,34. Ольга Борезина, Новости экономики в Кирове.